Девушки отдыхают Ах, если бы наш разговор состоялся сегодня, я бы ему сказала, что у нас есть «Лада Гранта», которая, между прочим, занимает первое место по продажам в стране. За что у нас не скала такую любовь россиян, я бы объяснять не стала, ведь ему, американцу, все равно не понять. Я бы просто сказала, вот они наши автомобили, а потом, как в известной рекламе, бы добавила, а теперь и в кузове «Лифтбэк». Вопрос «Седан или хэтчбэк» измучил уже ни одного покупателя авто. Теперь отвечать на него придется и будущим владельцам «Гранты», ведь с конвейера сошла новая модель под маркировкой «2191». Платформа «Гранты» создавалась, чтобы заменить все старые модели «Ваза». Седан сменил «Классику», а «Лифтбэк» стал заменой «Самари» «Хэтчбэк», выпуск которой прекратился в прошлом году. Таким образом, на «АвтоВАЗе» выполнили стратегическую задачу, полностью заменив модельный ряд. Пятидверная «Гранта» – пожалуй, самая ладная из всего семейства «Лады». Покатая крыша, взлетающая подоконная линия, ради которой несколько изменили форму задних дверей, новая дверь багажника и фонари сделали «Гранту» намного привлекательнее. С непривычки ее даже можно спутать с иномаркой в модной нынче серии «Грантуризма». Вот он, запах родины. Мне кажется, что если автомобильному журналисту завязать глаза и посадить в автомобиль, он без труда угадает его национальность. Потому что корейцы пахнут не так, как китайцы или японцы, немцы не так, как шведы, а вот русский автомобиль можно угадать по стойке композиции из пластика, резины, кожзама с такой ноткой солидола. Так пахли автомобили в моем детстве, так пахнут «Лады» сейчас. Посадка в «Гранте» высокая, однако тем, чей рост выше 180 см, придется подпирать потолок головой. Регулировки по высоте я не нашла. Ее отсутствие всегда было свойственно бюджетным моделям, но времена меняются, и у ближайших конкурентов такая функция есть. Здесь есть барашек, который регулирует спинку сидения. По наклону достаточно мелкий шаг, удобно настроить. Руль регулируется по наклону. Приборы отлично читаются. И вообще панель оставляет впечатление такой крепко сбитой, и здесь не должны поселиться никакие сверчки и жучки, но в дороге мы это проверим. Функционально и рационально, так можно назвать интерьер. Здесь нет ничего лишнего, но в то же время есть все, чтобы человек не чувствовал себя ущербным в дороге. Печка, кондиционер, подогрев сидения, полочка, воздуховоды. Дует из них, кстати, очень хорошо, как из фена для волос. В общем, есть все, что необходимо в дороге. Конечно, от бюджетного автомобиля требовать какого-то эргономического совершенства не стоит, но все достаточно удобно. Наконец-то и в российском автомобиле появилась мультимедиа-система с экранами тачскрин. Кстати, она очень неплохо реагирует на прикосновения. Пока в ней нет навигации, но производители обещали, что уже с июля этого года навигация появится и в Ладе Гранта седан, и в лифтбеке. Посмотрим, чем побаловали пассажиров на заднем сидении. Два кармашка, так бы я назвала здесь весь комфорт. Вот они, впереди стоящих кресел. Здесь карманов на дверях нет. И на тоннеле нет ни USB-зарядки, ни пепельницы, ни прикуривателя, ни других благ для задних пассажиров. Но коли глянуть с другой стороны, 4 колеса и крыши над головой есть, до дачи довезет, вот и славно. Но главная модель 2191 – это багажник. Открывается он двумя способами – с кнопки из салона и из ключа. 480 литров у седана против 440 литров у лифтбека. Для автомобиля, предназначенного в первую очередь для перевозки дачной и домашней утвари, подобное сокращение пространства для поклажив не в пользу нового кузова. Но кто и для чего вообще выбирает автомобили в кузове лифтбек? Рассмотрим основные преимущества. Плюсы седана. Большой багажник. Изоляция запахов и звуков. Зимой при открывании холод не попадает в салон. Зимой быстрее прогрев. Летом быстрее охлаждение благодаря меньшему объему салона. Не пачкается заднее стекло. Не нужен дворник. Большая солидность. Плюсы хатчбека. Более компактные размеры. Быстрый доступ в багажное отделение из салона. Широкий проем в багажник, присложенных задних сидениях. Несколько дешевле седана. Выглядит более спортивно. Каждый выбирает для себя. И главное, теперь есть из чего выбрать. Разница лифтбека с седаном в форме переднего и заднего бамперов. Другими стали воздухозаборники и ниши под противотуманки. К тому же задний номер переехал с бампера седана на дверь багажника лифтбека. Я вот знаю, что дверь не очень хорошо, говорят, закрывалась. Вот это учтено? Внедрение данного мероприятия разбили на два этапа. И первый, то, что мы смогли очень быстро улучшить, в первую очередь, это внедрение нового, более мягкого уплотнителя, который позволил уменьшить усилий закрывания. Мы доработали кинематику наружной ручки, немножко по-другому разместили замок в задней двери, поскольку дверь оригинальная. Это дало определенное улучшение по усилиям открывания данной двери. Второй этап, который мы внедрим уже в конце лета, мы изменим конструкцию замка, и усилий закрывания по задней двери будут сравнимы с передней дверью, и мы окончательно решим эту проблему. Хочу отметить, что было много нареканий по коррозии некоторых деталей кузова, и здесь мы тоже решили эту задачу. Мы используем стандарты сейчас Альянс Рено-Ниссан, и многие элементы, крепеж, например, болты, дополнительные детали в подкапотном пространстве, мы покрываем по другой технологии, и стойкость этого покрытия в четыре раза превосходит то, что мы имели на предыдущих моделях. Это универсальное решение, которое мы будем внедрять на всей платформе автомобилей и Гранта и Калина. Важно то, что мы поработали еще и над эргономическим параметром закрывания дверей. Здесь внедрен новый ограничитель двери с пластиковым покрытием. Мы сменили поставщика этого изделия. Теперь мы получаем от европейской фирмы эти ограничители. В результате улучшилась фиксация дверей в промежуточных положениях, то есть парковочные положения, и улучшилось так называемое усилие подтягивания двери при закрывании. То есть дверь стала закрываться намного легче. У нас на тесте автомобиль с двигателем 1.698 лошадиных сил с автоматической коробкой переключения передач. Это простенький четырехступенчатый автомат, который использовался фирмой Nissan с 89-го года. Его взяли за его недороговизму, потому что более современная коробка переключения передач просто повысила бы цену Гранту, а у нас все-таки бюджетный автомобиль. ВАЗовские инженеры вместе с японскими коллегами полтора года тестировали и настраивали коробку автомат. В результате достигли полной гармонии с двигателями. Производится трансмиссия будет в Японии, а установка происходит на Автовазе, а теперь и на заводе в Ижевске, где будут собираться лифтбеки. Но тем не менее, этот автомат, конечно, не делает из Лады Гранты какой-то суперкара, но превращает ее в нормальное средство передвижения. Что касается подвески. Дороги Удмуртии, дороги на подходе к городу Ижевску, сказать, что они плохие, это не сказать ничего. Здесь отвратительные дороги, наверное, такие, как и на большей части нашей страны. И эта подвеска создана именно для поездки по бескрайним просторам нашей Родины, потому что она непробиваемая, и я никогда не думала, что смогу это сказать, она очень комфортная. Она комфортная для того, чтобы ездить вот по этим ямам, выбоинам, колдобинам, здесь живого места нет на этой дороге. И машина очень мягко, очень плавно реагирует на все вот эти перипетии. Еще бы! Клиренс ненагруженного автомобиля с механикой аж 180 мм, в загруженном состоянии 160 и 145 с коробкой автомат. К тому же в люксовой комплектации, как у меня на тесте, стоит новая подвеска, которую с января этого года стали устанавливать на Ладу Калину. Вместе со специалистами Renault-Nissan наши конструкторы тестировали ее на европейских полигонах. В результате она получилась чуть жестче, но зато позволяет лучше контролировать машину на дороге. Вначале может показаться, что руль несколько легковат и пустоват, даже как-то непривычно для отечественного автомобиля. Но это все электроусилитель. Лада Гранта, хоть и лифтбэк, тем не менее это не спортивный автомобиль, у него нет драйверских амбиций. Он просто нужен для того, чтобы доставить человека из пункта А в пункт Б. И чтобы тот не прикладывал никаких дополнительных усилий, в том числе и физических. Как я уже говорила, создается видимость, что панель очень плотно сбита. Здесь действительно она не издает никаких посторонних звуков, здесь не водятся букашки и прочие жучки. Но шумоизоляция все равно на уровне бюджетного автомобиля. Но, как говорится, нет предела усовершенства. При желании шумоизоляцию можно сделать еще лучше. Основное конкурентное преимущество этих автомобилей – это двигатели. И если сравнивать с китайцами в той же ценовой категории, то вы не найдете ни одного автомобиля из Поднебесной, который бы так же резво стартовал с места и так же шустро набирал бы обороты. Всего для лифтбэка предусмотрено три варианта моторов. Восьмиклапанник мощностью 87 лошадиных сил и 16-клапанник мощностью 98 и 106 сил. Комплектаций будет несколько. В базовой версии без гидроусилителя руля и АБС с водительской подушкой безопасности стоимость составит 314 тысяч рублей. В комплектации «Норма» две недостающих опции появляются. С восьмиклапанным мотором стоимость составит 346-100, а с 16-клапанным на 20 тысяч 500 рублей дороже. В комплектации «Люкс» разница между механикой и автоматом ровно 58 тысяч. Здесь уже и поворотники в зеркалах, и парктроники, датчики света и дождя и прочие приятные, но не самые необходимые мелочи. Когда говорят «Лада», у многих на лице появляется презрительная улыбка. И зря. С появлением «Гранты» наша автомобильная история стала меняться. «Лада» «Гранта» и «Рассаду» на дачу везет, и мешки с цементом для ремонта. А еще на ней всей семьей можно махнуть на «Волгу», ну или на «Алтай», кому что ближе. А если вдруг что-то и случится в дороге, то водитель все сам и починит. Потому что все понятно, все доступно во всех смыслах. Редактор субтитров А.Семкин